МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Пьер Кристиан Браши. Это программа о России, я ее веду. Сегодня мы перенесемся в Южный Сибирь, в Республику Ту-Лу, и поговорим о староверах. У нас в студии Михаил Баренин. Он режиссер, автор фильма о староверах Тувы. И мы сегодня посмотрим как раз фильм, который вы сделали. Михаил, добрый день! Давайте посмотрим наш первый сюжет. Это место находится далеко от шумных городов и цивилизации. Здесь живут люди, которые на протяжении нескольких веков искали укрытия подальше от власти. Ставляция, так это как сказать, они в староверах все нас называют. Старая вера. Как она появилась, вера, так вот этой верой держимся. А тут Никон калечил веру. Он переменил многое. Было на староверах гоняние большое в то время. Как пишут Насте, что там это 300 лет назад было больше даже. Как издевались над народом, что на староверами-то. Да и как крестился? Двух перстов и не трех. Двух перстов, значит, его там всякое разное. Казнят, мучают или убьют. От гонений староверы скрывались в лесах. В Туву они пришли в 19 веке. Они поселились глубоко в тайге, в верховьях Малого Енисея. Ну вот, мы в республике Тува, как написано на карте, на самом деле можно это назвать, и это принято еще республика Тыва. Действительно, есть два названия, это Тува и Тыва. Местные все называют свою республику Тыва, потому что так изначально она называлась, и это такое самоназвание. Русским людям проще называть Тува. Эти два названия, они, собственно говоря, равнозначные. А вы там были один или с кем-то? Какая группа была? У нас была съемочная группа, это был режиссер, оператор и звукорежиссер. Значит, вы приехали туда, и вы начали там в одном деревне, и потихонечку... У нас была, изначально была командировка, потому что я предполагал, что найти героев, особенно староверов, будет очень сложно вот в силу их специфики, да, потому что это люди, которые не хотят иметь какие-то связи с внешним миром. То есть, собственно говоря, это было не ошибочно, потому что когда мы приехали в Иржей, это вот первая староверческая деревня, то мы столкнулись с тем, что вот мы переправились на пароме, к ним туда, в деревню, и вся деревня вдруг вымерла. Ни одного человека на улице мы не встретили. Все разбежались по домам, причем случилось это буквально за, может быть, за две минуты до того, как мы туда въехали, потому что на дворах мы видели брошенные грабли, видно, что человек там что-то убирал, ведра, в которых лежит картошка, там кто-то собирал картошку, да. То есть люди узнали, что кто-то приехал, и все спрятались по домам. И, собственно говоря, это была первая проблема, потому что мы начали ходить по этой деревне, стучаться в дома, никто нам не открывал, все как бы не хотели ничего говорить. И через какое-то время мы все-таки вышли на контакт с нашим героем. это оказался один из самых продвинутых, да, если можно так сказать, староверов, который не то, что хотел, а был не против с нами разговаривать. И когда он узнал про наше намерение уже, ну, о том, что мы хотим делать, он так согласился с нами работать при условии, что мы не будем ему мешать в хозяйстве, да, что мы не будем его отвлекать от основных дел, и он будет жить так, как он жил, и если мы будем успевать за ним, то, как бы, пожалуйста, можете снимать. А там существует несколько деревней, несколько, скажу, сел, которые достаточно компактно живут и мало общаются друг с другом. Вообще они разные по верованию, по отношению к Богу? Все староверы, которые живут в Туве, они относятся к группе беспоповцев. Существует две большие, как бы, группы после раскола, который произошел там в 17 веке. По истечению веков, да, там, староверы разделились на две группы. Были поповцы и беспоповцы. В Туве живут только беспоповцы, и они селятся действительно вот по удаленности от Кызылы, да, они селятся вдоль Малого Енисея, и чем выше по Енисею, тем они более замкнутые, да. Если, например, сесть на лодку и проехать на ней, там, на север, да, там, буквально километров 50, то можно увидеть, как меняется отношение этих людей к человеку из мира. Последние деревни, там, мы когда проплывали, и, там, дети играли на берегу, они при виде лодки, они просто разбегаются, прячутся за деревья, потому что боятся, боятся вот этого контакта, потому что родители им самого малого возраста говорят о том, что самое главное не иметь вот связи с мирскими. Все же полностью отгородиться от цивилизации не получается. Лодочные моторы, трактора и мотоциклы в деревне есть. Они помогают в хозяйстве. Какую технику можно использовать, а какую нельзя, решают старейшины. На телевизоры, радио, компьютеры – запрет. Крестьянское хозяйство, таежный промысел и многодетная семья – вот основа жизни староверов. Большая семья – большая ответственность. Забот хватает и отцу, и матери. Женщины здесь не только воспитывают детей. На их плечах – уход за скотом, работа в доме и огороде. Год у староверов расписан буквально по дням. Тем более, летом. Вот мы понимаем, что телевизор запрещен, компьютер, интернет, скорее всего. Вот как это вообще может быть, и как можно получить информацию о том, что происходит в мире и так далее? Или это им как раз не касается? Собственно, почему они используют трактора, они используют лодочные моторы, они используют ту технику, которая помогает им в хозяйстве, которая помогает им обеспечить свою семью. А компьютеры, телефоны и телевизоры – это то, что отнимает человеческое внимание, и человек в этом как бы пропадает. Для них, с одной стороны, это такая дьявольщина, это от лукавого все, как они говорят. А с другой стороны, это то, что отнимает у человека очень много времени, которое он должен тратить на работу. Значит, больницы, пенсии, номер на пенсии, счет в банке – все это… Этого нет, да. Вообще? Вообще нет. Есть отдельные представители староверов, которых уже община не считает староверами, которые выходят за пределы общественности. Они живут, могут тоже жить в том же Эржее, но они получают паспорт, они получают пенсионное удостоверение, могут брать кредит на то, чтобы какое-то хозяйство вести, но местная община их уже считает не староверами, потому что они нарушили самые главные законы. Но сегодня существует все-таки государство, где есть кроме пенсии, счет и больницы, есть еще кадастр. И у них есть дома, у них есть территория. Как это все оформляется? Или это не оформляется? И как государство с этим реагирует? Сейчас государство их перестало как-то трогать, потому что гонения прекратились, да, и сейчас все-таки есть понимание того, что у островеров есть свое представление о жизни, да, и у них есть определенные льготы. Земли у них действительно никак не оформлены, они занимают просто некую территорию, строят там дома, и часто из-за этого им не проводят там свет, например, у них нет электричества, газа там уж тем более нету. Вот, и они живут вот как по старинке действительно там на дровах. Иржей – это, по-моему, единственная деревня, в которой государство провело электричество, и они там живут более-менее как люди. Вот, но это никак не оформлено. Тут точно так же, как не оформлены охотничьи участки, например. Ровной сенокосной земли поблизости мало, и у каждой семьи свой небольшой участок. Как большая ценность, он переходит по наследству из поколения в поколение. Семьи растут, появляются новые, поэтому земли хватает не всем. Многим приходится ехать за десятки километров от деревни, чтобы заготовить сено. Готовые стога буксируют в деревню тракторами. Их одалживают друг у друга. Тем не менее, к технике староверы по-прежнему относятся настороженно. Не хотят от нее зависеть. Так же, как не хотят зависеть от государства. Мало кто в деревне получает зарплату или пенсию. Пару учителей – кочегар, почтальон. Остальные – официально безработные. Но староверов очень сложно назвать безработными. Сложность именно туинских староверов заключается в том, что они живут на такой достаточно неудобной земле. С точки зрения того, что, например, сенокоз. В фильме говорится об этом. Ровного участка земли, где можно покосить сено на свой скот, их очень мало. Там везде такая холмистая местность. И вот эти вот участки ровные, да, они, как такая прям ценность, передаются из поколения в поколение. Хранятся, оберегаются. И многим приходится действительно очень-очень далеко ехать, 20-30 километров от деревни, чтобы заготовить просто сено. Такая же ситуация обстоит и с охотничьими участками. Поскольку семьи растут, появляется там много детей, которым нужно каждому оставить какое-то наследство. А наследство, как правило, это охотничий участок, сенокосные угодья какие-то и так далее. Они с каждым годом все дальше и дальше на север уходят, чтобы найти себе какие-то участки. И сейчас вся вот эта вот территория, на которой они, собственно говоря, живут, она вся кому-то принадлежит. И это кто фиксирует? Община или... Это фиксирует, да, община. Есть райцентры, в которые действительно там приходят люди, говорят, я вот хочу вот этот участок купить. А ему говорят, вы знаете, он официально свободен, вот, но там охотничьи угодья вот там кого-то, да, там. Мы не советуем вам как бы связываться с этими людьми, потому что это очень сложно. Это действительно очень сложно, потому что для них вот это источник существования. И они будут за него бороться до смерти, действительно. А между собой они могут себе там что-то купить или что-то продать? Или вообще деньги не существуют? Между собой у них исключительно товарообмен. То есть пушнину меняют там, я не знаю, на патроны, например. Или там на какое-то другое продовольствие. Например, если один охотник сезон потратил на то, чтобы пушнину добыть, другой на то, чтобы ягоды добыть. И они могут между собой меняться. Один другому пушнину дают, а этот ягоды, например. Или грибы сушеные. Но все-таки, когда я там был, я обнаружил, что деньги существуют. И что все равно они покупают бензин, они покупают ткань, они покупают патроны, они покупают ружье и так далее. Да, да, да. Значит, есть ряд людей, которые уже не чистые, в кавычках, или которые уже вышли из общения для того, чтобы заниматься торговлей. Как это происходит? Нет, здесь вот опять-таки по принципу того, что есть старейшина, которая решает вот эти вот вопросы. Которые говорят, это позволительно или непозволительно. И в данном случае, например, моторную лодку ее надо заправлять соляркой, да. И солярка стоит денег. Не всегда получается поменять что-то на солярку. Вот, поэтому сейчас вот деньги, они действительно, они появились в жизни староверов. А как с детьми сегодня существовать? Потому что любой молодой человек в России обязан ходить в школу. Так же и обязан в армию. Как это получается? Они к этому вопросу подходят с практической точки зрения. Например, вот наш герой Григорий Юрков, он считает, что его дети должны служить в армии. Почему? Потому что это их, во-первых, воспитывает, закаливает, и они могут вернуться уже готовыми к тяжелой работе. И, собственно, поэтому, ну, как бы, многие не против, чтобы их дети служили. И сам Григорий, вот, например, он тоже служил в армии. Может быть, отчасти поэтому он немножечко имеет представление о том, как устроен часть. А остальные тоже служили? Потому что если они служили, значит, у них есть паспорт. А многие, знаете, как делают? Многие, вот, когда возвращаются из армии, да, они просто выбрасывают свой паспорт и все. И исчезают. И исчезают, как лично, ну, как гражданин. У каждого охотника в тайге свой участок. Для промысловика это главный источник дохода, за которым нужно следить круглый год. Григорий проверяет свое охотничье хозяйство 5-6 раз за лето. Единственный способ добраться до тайги – по реке. Этим летом Григорий берет с собой в тайгу старшего сына Демку. Детей здесь рано привычают к тяжелому труду. Но дети и сами с ранних лет просятся с отцами в тайгу. Охотничий участок Григория – самый дальний. Дорога длиной 260 километров занимает несколько дней. Река постоянно меняется. Поэтому перед каждым порогом Григорий останавливается и внимательно осматривается. Здесь это называют «простраивать тропинку». Несмотря на свой опыт, Григорий не рискует. Сын он просит обойти опасный участок по берегу. Таких порогов на его пути будет еще девять. Сын он просит обойти опасный участок по берегу. Сын он просит обойти опасный участок по берегу. У них есть там сельская школа, в которой, по-моему, всего несколько классов, и в каждом классе там по одному-два ребенка. У них там это действительно как бы, это одна из больших проблем, потому что дети не хотят учиться, они, вот как в фильме сказано, они рвутся сразу вот куда-то там с родителями, там, с отцом в тайгу, потому что какая-то есть тяга. Вот, и из школы они постоянно убегают для того, чтобы там самим поохотиться, например. А с кем потом уже подростники и уже взрослые люди могут жениться? Как это происходит? Там между селами или... Да, в основном это происходит между деревнями, потому что в одной деревне в основном живут родственники. Ты обязательно должен там поехать в другую деревню, найти себе там девушку и с ней уже создать семью, и остаться либо у себя, либо переехать к ней. И ты строишь свой дом, и ты начинаешь уже жить, как жили твои предки. Самое главное, что ты должен сделать, это самостоятельно построить дом. То есть мужчина должен сам построить дом. И уже потом звать туда свою жену и создавать там, как бы, вот очаг. Я первый раз такой же вот приехал сюда. Теперь вот сын у меня. Вот у отца была, не помню, когда... Тут вот леса не было, когда он приехал сюда, ну, построить избушку. Он выкопал землянку. Первое возле костра жил, потом он землянку выкопал. Сейчас землянка пропала, тут уже нарос лес. Вот я уже скубил. Это лет десять назад, наверное. Сначала Григорию нужно починить крышу. Здесь важно делать все на совесть. В этом доме ему предстоит провести много зимних дней. Не замерзнуть поможет обычный мох. Его используют в качестве утеплителя. Потом еще другую сторону раскрою, заделаю, и можно будет зимовать. А это во время охоты остальное доделаться. Тихонько. Таких избушек на участке несколько. Одни Григорий срубил сам, другие достались от отца. Ему сейчас больше 80 лет, и в тайгу он уже не ходит. Да это одно здоровье только гробить. Все на себе туда надо ходить. Это круг большой, это такие горы. В общем, тугая тайга. Но все равно тянет сюда приехать. Все равно тянет, тянет. Как тут в тайге начнет снег, зима? Ну как тут без охотника? Просто неинтересно, не знаю. Это просто... Это в крови, видимо. Что так сказать. До наступления осени Григорий еще не раз вернется на свой участок. Дел здесь всегда много. Привычка жить в двух мирах, в родной деревне и в глухом лесу, накладывает отпечаток. Я по сто дней тут сидел. Привыкнешь, как в порядке в своей жизни. Идем, тихо, спокойно, ничего не знаешь, ничего не слышишь. Душа отдыхает. Потом уже время домой подходит. Вот тут что-то думать начинаешь. А так все чередом своим ведет. И спокойно сюда придешь, там соседа увидишь, бывает след. Не увидишь, да ладно, обратно уйдешь. Это значит, что он летом, там месяц проводит и ремонтирует или строит домик в лесу. Один, два, три, несколько даже, я так понимаю. Потом возвращается. И как только начинается зима, он сколько месяцев будет жить в этом доме? Обычно это три месяца. Они называют это сто дней. То есть они уходят в тайгу на сто дней. И все эти сто дней они занимаются охотой. Он говорит, это в крови. Это очень похоже на самом деле на жизнь монахов, когда в скид надо просто тоже сто дней или больше просто изолироваться. Так и есть. На самом деле, да. Я почувствовал в общении с Григорием и с другими староверами такую вещь, что для них вот этот уход в тайгу, это не только необходимость сделать какие-то запасы для семьи на целый год вперед. Там мясо и так далее. Для них это возможность побыть наедине с самими собой, о чем-то подумать, посозерцать. То есть они в глубине души очень большие романтики на самом деле. Это очень сложно увидеть в них, потому что они постоянно что-то делают, они постоянно работают. Но когда есть какая-то минутка, они могут там и слезу упустить, они любят на звезды смотреть, они любят очень видеть первый снег, когда наступает. И в этом смысле они, конечно, такие очень чувствительные люди. Это первый снег. Он означает, что скоро Енисей замерзнет. И уже по льду староверы повторят свой путь. Перед Рождеством они возвращаются в свои деревни пешком. Этот праздник принято встречать вместе с семьей. Но расстояние их не пугают. Староверы вообще привыкли совсем к другим масштабам по сравнению с городскими жителями. Участок Григория по площади в пять раз больше Москвы. В три раза больше Лондона. И на нем только один хозяин. Больше людей нет. Ставить капканы – более трудоемкая работа, но более результативная. Их приходится постоянно проверять. Это значит, охотник должен ходить от одной ловушки к другой практически без остановки. Если вовремя не забрать добычу, это сделает кто-то другой. Не человек, зверь. Тропа – одно из главных ценностей охотника. Она переходит по наследству из поколения в поколение. Летом тропы проверяют, как и избушки. Где-то срубают ветки, где-то убирают с пути упавшие деревья. Зимой все это создает проблемы в дороге. А проблемы – это лишнее время, которое можно потратить на дело. Григорий разрешает охотиться на своем участке племяннику. Но на тропу он его не пускает. Каждый охотник должен сам построить свою тропу. Такие здесь правила. Расстояние между избушками – около 20 километров. Это расстояние Григорий проходит каждый день, проверяя свои ловушки. Полный круг – около 130 километров. Чтобы добыча не испортилась, Григорий должен вернуться на это место через неделю, после того, как пройдет весь круг. Через неделю обязательно. А если потом другой кто-то придет, что попало, он не расъедает, ходит. Твои путики ходят, проверяют, там, звери всякие. Дверь заходил в избушку. Что остается с зимы? Вешаешь к потолку. Вот он взял это в окно или в дверь, залез. Наверное, принес вот здесь и взорвал. Ну, в общем, чуть-чуть поел, да. Это, говорит, моя. Я, говорит, больше тебя. Ну, вот это вот, это все. Вот он. Сарапает. Показывает, кто больше. Таких избушек у Григория около десяти. В них он только спит. Надолго не остается. Промысел – источник средств к существованию, без которого не может быть жизни в деревне. Так было и десять, и сто лет назад. А сейчас это вопрос. Как дети будут реагировать на все это? И, в конце концов, что будет через сто лет? Это, пожалуй, главный вопрос. Потому что сейчас в этих вот деревнях, вот, опять-таки, по мере удаления от столицы, да, Тувы, многие все-таки дети предпочитают уезжать в города и уже начинают жить не староверческой жизнью, да, скажем так. Поэтому, что будет через, там, пятьдесят даже лет, очень сложно сказать. Спасибо. Спасибо. Сегодня мы побывали там, в республике Тувак, где живут староверие. И Михаэль нам показывал, что их жизнь не проста. Но они живут в гармонии с собой, близко к природе. И, в конце концов, это их путь. Я еще много буду вам рассказывать о других народах России. Ахвах! Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok